Ну а я приехал вот именно вот этой красавице. Это у нас Иришка, у ней вчера был день рождения. Женщине всегда хочется тепла, всегда хочется, чтобы тепло. И я ей, знаете, хочу подарить тепло, Рим. Вот с днём рождения, вот, так что она будет в тепле. Ребят, я уже устал идти, мне Санча позвонил, я прибежал, говорят, это тебе обязательно надо снять. Да ладно, ебать ей. Это номер. Я же говорю, скребет что-то. Да ладно, ебать, ебать. Кто-то скинул, походу. Ах, ебать, прянул. Короче, всё есть, пирамида, фарфор, клоун. А с монетами что-то тупое. Что такое будет у вас здесь, господин? Когда вот это попало, к моё зрение, я подумал, что это будет. Я подумал, что это будет у себя. Поздравляйте мне в комментарии. Ребят, подрезая стенку, мы стоим вон в дырочки. Выпала ещё одна бутылка. Она лысая. Нет, ребят, она не лысая. Она такая же, как и до этого поднимал при свете. Что тут? Нет, тут другая. Итак, ребят, всем привет. Сегодня начинается новое видео. Мы вышли с парнями на всю старую же деревню. Очень хорошую, шикарную. Пацаны уже вон зарядили приборы. Но я приехал. Повод есть. У нас вот, видите, в зелёненьком плаще. В зелёненьком плаще, а не в красненьком. Рукой машет фон в красненьком плаще. Там у нас Костян, Санёк, Стас фартовый. Ну, а я приехал вот именно вот этой красавице. Вот у нас Иришка. У ней вчера был день рождения. Там вот муж её бросил. Хоть она и замужем, но женщине всегда хочется тепла. Всегда хочется, чтобы тепло. И я ей, знаете, хочу подарить тепло, ребят. Не своё, конечно, но я думаю, Танюшка будет, ой, Иришка будет у нас греться. Вот у тебя с днём рождения. Вот, так что она будет в тепле. Если любопытно... Блин, у меня вот... Вот, ребят, теплушки достаточно девчачьи, прикольные. Я думаю, её будут холодными вечерами согревать. Тем более, погода у нас мерзкая уже наступает. Пришёл сезон дождей. Вот, скоро снега. И я думаю, Иришка будет это, греться. Не об мужа. Ну, вот мой подарочек. Ну, это, знаешь, это простенько, это простенько, это меховые зайки. Меховые зайки. Слушай, ты седьмой? Ну, я знаю, что у тебя маленький размерчик. И вот такие вот, я думаю, тебе будет тепло. Класс. Вообще. На диванчик сядет и будет греться. Вообще здорово. Смотри, сейчас. Опа. Ответа-тушечки, ответа-витата-тап. Руки сегодня будут у тебя в тепле. Да, здорово. Ладно. Спасибо, Саша. Да, ладно. Плов, ребята, я уже откушал. Жалко, что я пришел уже как бы холодненький. Но вкусненький, ешкин кот. Я целую тарелку умял, даже ничего. Я старалась дать пять. Вот. И вот сейчас вот с этими бродягами в красном-зеленом плащах будем ходить что-то искать. Надеюсь, удастся. Дождь. Дождь моросит, ребята. Дождь. И так, ребят, я ищу фундамент. Прошелся вот по верхам. Непонятно вообще, сигналы есть, но мне не понравились засыпки. Когда сигнал копаешь, видишь, жажешь сыпу. И вот, проходя этого фундамента, ковыренный он безобразно кем-то когда-то. Но меня заинтересовало то, что есть культурный слой, как вы видите. Кирпичи, стекло, кости, керамика встречается. Сопутка. Крышка от стеклянный, имеется, имеется обувка. Причем обувка как бы старая, не знаю, кожная, нет. Вот там вот я пуговку четырехдырчатую. И вот, знаете, верховой сигнал. Я всегда, когда на старый фундамент захожу, всегда прозваниваю. Что и вам советую, потому что иногда многие... Ну ладно, не буду ругать людей. Так вот, керамика. И вот, видите, верховая, ребята. Видно фундаментное. Видите, какой нарост? И это у нас, судя по всему, двушка Николаевского образца. Да, какая-то... Да, двушка. Ну, пойдет первый верховой сигнал. Я думаю, сейчас я его полностью прозвоню, потому что один капок сделал. Пуговка была. И вот второй. И монета. Пойдет? Пойдет. Ребята, еще один камрад подошел ко мне. Дмитрий, познакомились мы с ним. Здорово, Дим. И он, в общем, меня смотрит. Дим, покажи, что он по верхам здесь наковырял. Что за прибор? Гитрак. Гитрак, такой он медленный. Ну, цепь. Так, на это не интересно? Ну, ни хрена, здесь снаряд, ешкинка, блин. Смотри. Ну, вот как вот, Дим? Вот как вот, блядь, по ней не трахнуть? Аж дважды, да, по-моему? Один, один. Один. Так, трешечка. Так, игровая, фиг пойми. Ну, вот двушка это. А, это Александр? Так, дальше, что у нас? То же самое. Еще одна ушатанная двушка, александровская. Вот, а вот он, вот уже быстрее, ребята. Деньга, 48-й. И деньга... Какой-то... Ну, нормально. Нормально. Это завезде? Да. Да, все поверх, вот, вот, дороги. Да, ребят, деревня битая, блин, уже как 15 лет, а может, и даже и больше, как металлоискатели пошли. Вот, ну, находки идут, идут, но мало. Надо. Не было бы травы бы, щепки, если бы не было. Да, надо, ребят, шурфить сейчас. Сейчас тут меньше травы стало. Здесь сейчас зашурфлюсь. Раньше вообще-то ходить не было. Ребят, шурф не очень-то интересный тем, что сопутки нет. Засыпка отвратительная. Вот, как бы... Ну, вообще сигналов нет. Если есть сигнал, то вот такой вот. Что это? Какая-то у нас здоровая. Две копейки. Александра. Даже год сейчас разглядим. Или нет, а, двадцатый год. Хорошая, большая шайобочка. Ну, такая вот. Пойдет? Не-не-не. Ребят, я уже устал идти. Мне Санча позвонил. Я прибежал, говорит, это тебе обязательно надо снять. Что это? Да ладно, блядь ты. Вот это номер. Нифига себе. Вы только посмотрите, ребят. Это, я не знаю, киотный крест или как. Офигенный. Смотрите, здесь надпись какая-то имеется. Это молитва. И все ништяк. Подправить немножко. Вот это бомба. Вот здесь вот прям иду металл копаю. Далеко не каждый в современном мире знает, что такое киотный крест. И для каких целей он предназначался. Что ж, постараемся приоткрыть завесу тайны над этим вопросом. Это церковный аксессуар. Не годился для ношения на теле. Его значение было другим. Но наш крест это исключение. Название креста киотный произошло от древнего слова киот. Это такой небольшой ящик. Сундучок. Малых размеров. В котором хранятся различные иконы. В старину киоты изготавливали из бронзы или меди. Для красоты покрывали эмалями. Такие кресты появились еще в древности. Когда было принято осенять имя ворота. Крестить. Причем это могли быть как домашние, так и городские. Однако, они имели и много других различных применений. Такой крест был весьма почитаем среди населения того времени. Они были в доме практически каждой семьи. Давайте уже подойдем к нашему кресту. Чем же он особенный? Получается наш крест не киотный. И не нательный. Давайте разбираться. Все кресты можно разделить на три основные группы. Первое. Это нательные. Это малые кресты по размеру. И не достигали 8 сантиметров в высоту. Предназначались для ношения на шее. Второе. Наперстный крест. Это массивный крест. Очень похожий на киотный. Однако, их главное отличие – отверстие для ношения на шее. И, наконец, наш крест. Третий. Киотный крест. Огромный и тяжелый. В основном они размещались у людей среди икон. Но наш крест непростой. В 19 столетии киотные кресты получили дальнейшее развитие в поповской среде. В композиции стали включаться иконы с различными евангелийскими сюжетами. Завершались такие композиции рядом изображения херувимов в верхней части яруса. Такие сложные изображения называются распятие Христова с предстоящими и избранными иконами. Это уже не крест, а сложная икона, состоящая из множества изображений. Она играла роль переносного иконостаса и в быты называется патриарший крест. Такие кресты предположительно исходят из подмосковских мастерских села Гуслицы. Херувимы, верхнюю ряду креста, или образы, отличительная часть гуслицкого литья. Сейчас их сохранилось немного, так как большая часть патриарших распятий была переплавлена в годы борьбы со старообрядцами. Еще во время империи. Еще большая их часть погибла во время воинствующего атеизма, в первые десятилетия после Октябрьской революции. Наша задача бережно хранить то, что осталось. О стоимости данного креста сказать сложно. Цена напрямую зависит от того, когда был изготовлен крест. Наиболее дорогие крестами считаются кресты с эмалями. Немаловажным фактором ценообразования также является его размер и сохранность. На сегодняшний день такие изделия являются достаточно дорогими и редкими. Их можно найти только в антикварных лавках и у коллекционеров. А, да, чуть не забыл, и у кладоискателей. Найти киотный крест – это очень большая удача для кладоискателя. И хороший знак, так как вещи всегда намолены и несут в себе только положительную энергетику. Всем желаю такие сигналы. Надеюсь, было интересно. А сейчас возвращаемся на шов. В нем будут еще интересные находки. Приятного вам просмотра. Ребята, вы знаете, человек копает, Саня, сколько копаешь? Год, полтора. Погодь, погодь. Смотри. Да ладно ты, железо, блядь. Что показывает? Дрянь какую-то показывает, блядь. Что-то 20-30, блядь. В этом же месте. Все, я ушел со своим крестом, блядь. Смотри. Я же говорю, что кребется что-то. Да ладно, да ну, блядь. Кто-то скинул, походу. Ах, смотри. Ах, смотри. Ты уж кребанул что ли, даже еще, блядь, что-то. Может, не, не, я вроде. Старые. Охренеть. А может, здесь эти створки еще надо искать? Да ладно, это же складка, блядь-то. Я думал, это эта крышка, типа того, блядь. А это двухсторонний складень. А где створки-то? Саша, ты отсюда не уедешь. Саня, меняешь вот тут крест, Саня? Да ладно, нах, он тебе нужен. Ты же металловом купаешь. Это домой. Это семейный религ. Рядом с твоей тарелкой повесить. Давно мечтал такую штуку. Ребят копает на задах. На задах. Фундаменты стоят чуть позади. А он на задах металлолом копает. Вот это металлолом. Вот это я понимаю. Куда сдавать будешь мне скажешь? Я всем этого приемку. Чего молитвы шу? Да. Офигеть. По три. Скорее здесь чердака, как он сказал. А, на, 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 на. Сразу два штуки, блин. Ну, в мазанке возможно быть. Вот, наконец-то повезло, е-моец. Ты сколько копаешь уже? Первый год же? Ну, с нами начался, да? В мае. Ты что, нет, я что-то зацепил, вот смотри. Вот здесь маленько застали. Ну, это не столь страшно. Там и будешь, и оставишь меня фотки сделать. Блин. Итак, ребята, я доволен до смерти. Прям доволен. Можно уже собираться и ехать. Все началось вот отсюда вот. Здесь была яма. Острые углы. Мне пришлось подрезать. Начал подрезать. Как бы, знаете, в сопутках есть стекло. Причем много. Засыпка. Вообще классная. Пух. Пух прям. Вот, как вы видите. Я сначала подумал, что шурфленое. Но нет. Стекло лезет именно со стенок. И вы знаете, моя, как бы, моя ценность. Бутылочка. Бутылочка. И бутылочка непростая. Посмотрите. Уже темно. Она. С печатями. Ще огонь. Ще бомба. Блин, сейчас реально не видно. Завтра, ребята, при свете, преднемном покажу, что за бутылочку я откопал. Раз. Печать. Сорвом. Вот наверх. Здесь какая-то непонятная. Здесь, здесь. И надпись. Блин, уже темнеет. И прочитать не могу. Зачет. Класс. А я думаю, что здесь фигня тут такая происходит. Смотрите. Такая вот фигня. Смотрите, она не просто какая-то. Рисунок, как на ладанках, знаете. Ой, на ладанках. На этих. Благовонницы-то вот эти вот. И, кстати, нашел вот такой вот. Но смотрите, обратите внимание на... Как вам показать-то? Не видно, наверное. Грани. Как у кортика. Это точно не какая-то хреновина. Возможно, от кортика. Надеюсь, кортик тут тоже будет. С этой бутылочкой зачет. Ребята, уже совсем-совсем темнеет. Надо за фонарем идти. Пацаны уехали за металлом. Место они там металльное нашли. И вот приятная находка, ребята. Смотрите, что. Целая. Целая заглушечка. Для бутылочки. О, как раз для моей бутылочки. Ешкин кот. Блин, уже фокуса нету нифига. Размывается все. Но такую я в первый раз встречаю. Вот для моей бутылочки. Такая заглушечка. Все. Надо идти с фонарем. Итак, все. Я, ребята, сегодня остался один. Кенгуха. Кенг. Передай привет. Вот они. Кенговские глаза. Светятся, не знаю, на камеру видно. Встают в яме уже. На такой глубине. Или вот, знаете, выпала вот такая бутылка с надписью. С надписью. Что написано на ней. Непонятно. Через камеру не видно. Но это что-то Москва. Си. Что там есть? Си-У. Си-У-И-М. Что-то фигня какая-то. Вот такая вот. Зачетная. А наш флакончик не простой, а с историей. Давайте немного окунемся в те годы. Молодой французский предприниматель Адольф Сио вместе с своей женой приехали в Москву в 1853 году. И устроились в небольшую парфюмерную фирму. Поднакопив средства, они решили заняться собственным делом. Фабрика основана Адольфом Сио в 1855 году. Славилась не только своим кондитерским отделением, но и парфюмерным на всю Москву. Впоследствии на всю Россию. В последующие годы подключились и их сыновья и основали торговый дом С. Сио-И-Ко в 1881 году. Но это уже другая история. Наша А-Сио-И-Ко. Теперь мы знаем, что наш флакончик датируется до 1881 года. Товарищество Сио является поставщиком императорского двора. Причем изначально звание поставщика двора товарищество получило как кондитерское производство. Кроме кондитерских парфюмерных товаров под марками А-Сио-И-Ко выпускались косметические продукты. После революции производство духов почти остановилось. Возобновилось после 20-х годов под брендом Большевик. Но после 1927 года фабрика переведена на выпуск исключительно мучных кондитерских изделий. И знаменитые ароматы оказались утраченными. История всего торгового дома А-Сио-Ко уникальна. Но не будем отходить от основной темы. Тема копа. Шофология. Так что возвращаемся. Будет еще интересной находки в этой яме. Класс. Люблю стекло. Монет нету. Но мне нравится стекло. Зачет. Ребят, подрезая стенку. Вон из твоей дырочки выпала еще одна бутылка. Она лысая, что ли? Нет, ребят, она не лысая. Она такая же, как и до этого поднимал при свете. Что тут? Не, тут другая. Там была центральная. Ореол. А тут в два ряда. Так, как просветить-то лучше. Что написано-то? Да фиг ты не знаешь, что написано. Красотуля! Ой, красотуля! Саша, ты молодец! Супер! Супер, супер, супер. Ладно, продолжаем, ребята. Класс, класс, класс. Итак, ребята. Это уже интересно. Что я нашел? Очень, очень приятную вещицу. На штык лопаты идет кирпичи. Ниже означает, что, возможно, где-то рядом печь. Здесь, ребята, встречается вот такая вот керамика, блин. Вот. И, как бы, знаете, я игнорирую. Осколки иногда собираю и выбрасываю в одну кучку. Но, когда вот это попало в мое зрение, я подумал, что это за херня. А потом приглядываюсь, ешкин кот. Да, это фарфоровая статуэтка. Какая-то девочка чего-то держит. Собаку, что ли? Офигеть! Обалденная вещица, ребята. Я обязательно про нее что-нибудь найду. Так что, поздравляйте меня в комментарии. Стекло и фарфор. Обалдеть. Завтра при свете сделаю обязательно фотки. Ну, вообще, классно, классно, классно. Яма уже большая, ребята. Большая яма уже наковыряла много. Но пыльная вот эта вот пыль, она до сих пор присутствует. А чуть ниже на штык я уже докопался. Имеются кирпичи. Возможно, печная. А может быть, не знаю. А, сейчас уже, видите, чей-то бутылочек мне. Ох, смотрите-ка, тоже какая-то фигурина была красивая. Так, я, кстати, все, вот эту требуху, стекло, фарфор. А, кстати, еще хотел вам показать, при случае, наверное, полчаса назад откопал. Вот такой вот клык, ребят. Здесь, в этой местности кабанов очень много. Вот такой вот клык. Кабаний. Офигеть. Кстати, ну, сейчас я вам покажу, сколько я уже стекла наковырял, бля. Стекла много. Костей вот таких вот много. Стекла много. Я, как бы, крупное стекло стараюсь бросать сюда. Ну, хотя, что я вам сейчас в темноте ничего не покажу. Что здесь интересное? Бутылочки с надписями. Я имею в виду с этикетками. Что за этикетки, не знаю. С надписями тоже имеются. Где-то, где-то. А, вот с надписями. Тоже Москва. Столкинг. Братья Столкинг, походу. Такая вот есть. Рюмочки какие-то. О, вот это вот тоже. А, это тоже такая. Такая же, да. Ну, и цветная тоже есть. Не знаю, рюмка, бутылка. Уксусная. Кстати, уксусная. С носиком. С носиком они с надписями. Кстати, еще, блин, знаете, вот такие вот лабораторные здесь стекляшечки. Мензурки какие-то. Вот. Такая вот тоже красивая стекляшечка. Такая вот тоже красивая. В общем, даже плавленый какой-то есть. Короче, все есть. Керамика, фарфор, стекло. Все есть. А с монетами что-то туго. Что такое было здесь? Непонятно. Ладно. Совсем уже темно. Время, наверное, уже часов 12, что ли, блин. Мрак. Очень страшно. Без кинга я бы уже давно бы навалил. Кстати, здесь очень много кабанов. Очень. На предыдущих видео вы, наверное, видели, да? Кабаны прям подходят к нам. Фух. Передернул аж от страха. Итак, ребят. Устал я шурфить. Находок таковых нету. Но если я снимаю, вы поняли, да? Что-то откопал. Копаю возле печки. Кирпичи сженные. Кучу туда уже накидал. Кстати, я еще обратил внимание. Куча вот такой-то плитки. Я думаю, ёж твоя мать. Совсем, блядь, советская. У нас плитка. От плитки кругом. Особенно первой штыки плитка кругом. И стали вылазить вот такие всякие железяки тяжелые. И уголок появился. Вот из этой ямки. Уголок. Вытащил створка. Вы думаете, створка? Ну и створка. Я их полно откапывал в створке. Ну, это створка. Ребят, смотрите. Створка. Классная створка. Вообще. Какой-то щит, что ли. Щит. Я, по-моему, недавно делал обзор створки, которую нашел у нас Дэн. Да. По-моему, две печати и два царских силуэта. Блин. Нет преобразователя. А то можно было бы сейчас почистить, но лучше не стоит. Лучше водой. Ну, что-то подобное. Я видел, что-то щит. Это что-то перекрещу. Сабли, что ли, или что-то в этом роде. Здесь тоже меч, по-моему. Сейчас. Не знаю, ребят, что такое. Вот, ну, печная створка с каким-то рисунком. Как она была-то, блядь? Хрен я знаю. Не помню рисунок, ребят. Не помню. Постараюсь завтра помыть. А, да, вот, смотрите. Да, вот сабля. Вот на сабле. Это что у нас? Винтовка, что ли, блин? Короче, завтра помою и посмотрю. Вещи очень интересные. Ну, монет нифига нету. Хороших монет нет. Совсем темно. Не знаю, сейчас, наверное, уже час. Ну, вы поняли, да, ребят? Я там, где будут руки подымал, ушел оттуда. Там, как-то, пошло не айс. Целый час прокопал. Ничего. А здесь буквально вот верховая шикарная находка. Хоть и железо, но шикарная. Класс. Итак, ребята, на сегодня, пожалуй, и все. Время уже 2 часа. Сидим у костра. Кинг объелся. Я тоже поужнал. Но пришло время все-таки пойти отдыхать. Вы знаете, я не сказал вам то, что парни сегодня ездили еще копать по металлу. Плюс тут еще залетные были. И там нашли 2 от К-700 радиаторы. И что-то мне тоже захотелось немножко подзаработать. Завтра с утра проснусь. И поеду на то место, которое, кстати, нашел Саня Петров. Он оттуда столько металла сегодня набрал. Почти бампером чиркал об дорогу. Вот так что завтра отправляюсь туда. Парни, наверное, стопудово завтра тоже приедут. Потому что ну уже поздно и они уехали. Попрощались мы и сказали, что возможно приедут. Приедут. Так что завтра будет коп по металлу. А сегодня было не густо, но жирно. Жирное стекло, жирный металл. Ну, я думаю, вам понравилось то, что я нашел. То, что вам исторические факты прикрепил. Думаю, вам понравится в целом мой канал. Если вы первый раз появились у меня. Подписываемся, ставим лайки. Ну, а мы все на боковую в мешок. Сегодня тепло, но моросил уже дождик. Скоро к нам дожди придут. Морозы. Так что надо уже думать о зимних шурфах. Где найти, что покопать. Пока в планах ничего нет. Надеюсь, появится. Все, хорош. А то я что-то уже устал. Спать хочу. Пока иначе. Доброе утро, ребят. Сегодня у нас будет видео по металлу. Конкурентов ждать не придется, потому что всю ночь лил дождь. У пацанов машины пузатерки, и они сюда не смогут доехать. так что все металл сегодня будет мой. Вчерашний день был зачетный. Ковырял я два, три фундамента. Кем-то ранее были разработаны. На одном из них было царские монетки. Две двушки поднял. Вот. пустой оказался тем, что ни сигналов, ни сопутки. Второй фундамент был шикарный тем, что выпало очень красивое, редкое, у меня такого нету, стекло, царское стекло, причем стеклышки оказались у нас церковные. И шикарная, ребята, фигурка, керамическая фигурка, статуэтка. фарфоровая даже, не керамическая, а фарфоровая. Ну, про них я вам рассказал. Ценники, почем продают такие вещи, тоже показал. Думаю, было интересно. Дальше перешел на другой фундамент. И когда подошел к кирпичам, кирпичи это у нас что? Печка. Выдернул оттуда заслонку. Не заслонку, а дверцу печную. Я продолжал потом еще и копать и думал заслонку найду. Но заслонка не отыскалась. Но я и рад обычной дверце. Про дверцу я тоже вам рассказал, показал сколько стоят такие вещи, почем продаются на вид. Ну, в общем, как можно заработать. В принципе, вещь зачетная. А сейчас я пойду Кинга разбужу и в одну харю буду копать металлолом. Кстати, вчера пацаны подняли там два радиатора от К700. Нехило, да? Нехило. Может быть, там еще есть третий. Так что погнали. Конкурентов сегодня не стоит ждать. Легкий завтрак Кинга разбужу. Представляете, Кинга до сих пор спит. Это уму непостижимо. Ну, ладно, пойдемте, ребят, по завтракам и покопаем. А нашел, ребят, я здесь не густо, но металл, как вы видите, тракторный, мелкий, но как бы такой увесистый. Вот, здесь вот немножко металла, ведро полное и смотрите, какая металлоломка классная. Я ее сейчас почистил щеточкой с преобразователем. И красотища. Я все вчера ночью разглядывал, что здесь разглядел. Шашка, наверное, да, или сабля. Шашка, походу. Винтовка. И вот это вот я что-то не мог понять. но это, знаете, да, это, как они, не гусары, как они, блин, из головы вылетело. В общем, вот это не знаю, что такое, что-то такое, что за фиговина. Ну, вот так вот я металлолом свой сегодня собрал. Достаточно недурно, да? Металла наковырял. Нормально. Да? Пойдет? Пойдет. Думаю, бензинчик хоть немножко окуплю. Ну, а сейчас покажу бутылочки, потому что ночью вчера не было их совсем видно. А сейчас давайте посмотрим на бутылочки. Бутылки вообще бомба. Смотрите, какие они расписные, красивые. Здесь у нас образ какой-то. Здесь орел. Здесь новый образ. Здесь венок. Здесь непонятно чего. Здесь тоже непонятно. И надпись Уткин. Батырев. Батырев. Москва. Бутылочки Уткина. Так, еще одна такая же подобная. Опа, она. Блин, свежий сколд. Это, походу, я вчера ее трахнул. Хреново. А здесь еще наверху. Горговцк. Какой-то. Еще одна бутылочка. Аналогичная. Торго. Торгов. А, торговый дом. Уткина. Богатырев. ИКО. Москва. Все прочитал. Здесь в центре Орел. По бокам здесь женщина, походу, потому что фигурка видна женщины. Олень. Еще опять такая же. А, это Николай. Точно. Это Николай. Узнаю профиль Николая. В общем, вот такие две бутылочки. Следующая бутылочка, ребята. классно то, что сохранилась надпись. Здесь написано Капсин. Че за Капсин? Не знаю, что лечили Капсином. И здесь то ли описание, то ли рекомендации. Вот. И вот такая вот заглушечка. Заглушечка. Обожаю такие заглушечки. Вот. Ну, не менее интересные, ребята, следующая бутылочка. Первый раз такую сталкиваюсь. А Си Си У Си У И Ко Москва. Товарищество Си является поставщиком императорского двора. Такая маленькая бутылочка. И конечно же, ребята, вот это фарфоровая красотуля. Видно девочка держит то ли собаку, то ли игрушку медвежонка. Вот так. Это интересно. Вот так вот. Хорошо. По монетам вчера не густо было, но очень хорошо по бутылочкам сыграло. Так, а что здесь? унициалов что ли даже какие-то есть. Пустотелая. Как она выжила неумно пестижима. Как и эти бутылочки тоже. Вот. Ну, как-то вот так вот, ребята, у меня получилось вообще шикарно. Вообще бомба. Выход получился не только у комрадов, которые отыскали огромный крест. Ну, и у меня неплохо. Красота. Ребят, у меня пацан устал. Смотрите. Упал. Глазами желобными говорит. хозяин. Поехали домой. Мы три дня до этого были дома, отоспались и снова поехали. Вот. Смотрите, он весь в колючках. Ешь, твоя налила. Весь. Весь колючках. Фу. Да, уж. Сейчас будем отрихаться. и поедем домой. Итак, ребят, на этом я заканчиваю свой коп непосредственно в дороге. Знаете, почему? Потому что я вспомнил, что вчера мне звонил Рустик, ну, не совсем трезвый, грубо говоря. и он отмечает, ребята, хорошую дату. Именно дату рождения своего сына. Да, ребята, у него родился сын. Опа, она. Смотрите, 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 ребята. Снова, снова кабаны. Вон они. ешкин кот. Стадо опять. Ребята, вон они, кабанчики. Ближе не подъезжаю, потому что они сейчас разбегутся, может быть. Вот они, кабанчики. Кабанчики. Мы вчера ночью с Кингом спали и думали, они к нам придут. Может быть, и приходили, но Кинг их распугал. Вот так вот и косули вчера были беложопые. Но к чему я, ребята, все-таки к тому, что у Рустика день рождения у сына рождения сына. И надо будет его поздравить. И в ближайший, наверное, выход, а в частности в субботу, будем его поздравлять. И будет шикарный коп, очередной слет. Так что смотрим. А сейчас все. Пока. Дорога долгая, 150 километров и спать. Монтировать вам новое видео. Пока. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации, хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok